Добрый вечер, уважаемые телезрители, меня зовут Дмитрий Малых, я практикующий врач-педиатр. Сегодня в эфире очередной выпуск передачи разговора о медицине. И сегодня у меня в гостях гость из Москвы, не врач, что не характерно для нашей передачи, но известный эксперт, занимающийся проблемами изучения альтернативной медицины, неформального здравоохранения. Представляю ваше внимание Юлия Крашенинникова, автор, наверное, крупнейшего в России исследования о неформальном здравоохранении, сотрудник лаборатории муниципального управления Высшей школы экономики, город Москва. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот ваше исследование, о котором я как раз упомянул, неформальное здравоохранение России, большой, объемный труд. Но я вот практически не сомневаюсь, что для наших телезрителей нужно начать с объяснения вообще терминологии. Что есть неформальное здравоохранение, вот что в эти два слова укладывается с точки зрения науки? Ну, сама по себе неформальность, она определяется отношением к чему-то, к какой-то деятельности, к каким-то организациям, к каким-то субъектам. Отношение в сфере здравоохранения двух агентов. Это государство, с одной стороны, с другой стороны, медицинское, профессиональное медицинское сообщество. То, что у нас медицинское, профессиональное медицинское сообщество признает, да, это мы называем конвенциональной медициной. Как вы знаете, в последние десятилетия, да, у нас, скажем так, вершиной развития научной мысли является доказательная медицина, принципы доказательной медицины. То есть методы какие-то оцениваются как эффективные, неэффективные, признаются или не признаются. Они должны подтверждаться статистическими исследованиями клиническими. А что-то медицина вообще считает полным шарлатанством, какие-то методы лечения, да, и наносящими вред человеку. Да, то есть, с одной стороны, медицина официальная, медицинское, профессиональное сообщество признает или не признает какие-то методы лечения. С другой стороны, государство, которое признает или не признает легальной, соответствующей или не соответствующей законодательству действующему, деятельность различных экономических агентов, которые предоставляют товары и услуги для поддержания здоровья. Что такое экономические агенты? Ну, это могут быть и физические лица, могут быть и организации. Это может быть, на самом деле, и бабушка, которая стоит на рынке и торгует травами. Может быть, большая крупная клиника китайской медицины. То есть, по сути, это от физического лица до международных корпораций, по большому счету. Да, да. Вообще, когда мы начинали наше исследование, эмпирическое, нас интересовал такой вопрос. Кому обращаются люди в случае проблем со здоровьем вне медицинских учреждений? Вот у них есть поликлиника, есть больница. Куда они идут помимо них? И у нас была изначальная гипотеза, что чем меньше у людей доступ к официальному здравоохранению, тем чаще они обращаются. Чаще на сторону, да. И, соответственно, для этого у нас было полевое исследование в Пермском крае. В 2013 году мы сравнивали ситуацию в населенных пунктах разного масштаба. Смотрели, как в крупном городе, кому идут люди, да, кому не могут пойти в случае чего. И там в средних городах, в районных центрах и в какой-нибудь деревне. Вот. И получилось, ну, наша базовая гипотеза не подтвердилась. Получилось как раз наоборот, что в маленьком населенном пункте человек, даже если там нету ФАПа, просто фельдшерско-акушерского пункта, да, ему и к другим каким-то агентам для решения проблем со здоровьем обратиться не к кому. А в крупном городе, там есть на любой, как бы, вкус и кошелек, в зависимости от предпочтений, там возникает предложение. Да, там, пожалуйста, пиявочки поставят, пожалуйста, там, массаж в салоне красоты сделают не хуже, чем в поликлинике, или, может быть, даже лучше. Можно там обратиться в какой-нибудь, если ты, например, как человек не признаешь методы официальной, конвенциональной медицины, да, ты можешь обратиться к какой-нибудь школе альтернативного оздоровления системы, системы оздоровления организма, да, какая-нибудь авторская методика, и заниматься с ними какими-нибудь практиками восточными, например, там, или что-то другое, ну и так далее, и так далее. Наконец-то можешь пойти в аптеку, где ты, тебя фармацевт проконсультирует вместо врача, назначат тебе лекарства, и ты купишь лекарства, возможно, рецептурные, без рецепта врача, и будешь сам лечиться, то есть заниматься самолечением. Так вот, например, в деревне, да, там не только ведь нету ФАПа, не только нет поликлиники, да, то есть к врачу нужно ехать, например, за 40, за 50 даже иногда километров. Ну там и центра пиявок нет, и центра… Да, и там и аптеки нет тоже. Ну, то есть максимум, что человек может сделать, да, это он будет собирать травы какие-то, может быть, там есть бабушка или дедушка, который занимается там костопраством или, например, заговорами исцеляет, ну или там изгоняет порчу. Может быть, есть, ну это опять же уже в крупных селах, да, есть храм, где там можно пойти и поставить, грубо говоря, свечку, да, или заказать какую-то специальную службу, помолиться для решения проблем со здоровьем. Скажите, пожалуйста, вот один фактор, почему люди выбирают медицину альтернативной, вы назвали, как бы, вот невера, неверие в медицину официальную, высокая конкурентность рынков, да, с одной стороны медицина официальная, с другой нетрадиционной, но есть какие-то еще причины, которые выявились в вашем исследовании, почему гражданин обращается не в поликлинику, больницу, там, частный центр и так далее, а идет в центр нетрадиционной медицины. Ну, вот опираясь на эмпирический, да, материал, можно говорить, что нет такого исчерпывающего перечня мотиваций и причин, что человек отказывается от медицины конвенциональной, от услуг здравоохранения официального, да, и выбирает некие альтернативные, обращается к услугам альтернативных агентов, потому что у каждой социальной группы, группы с разным, там, доходом, разным мировоззрением, у нее своя мотивация. Точно так же, ну, например, как нельзя говорить, да, что люди не... Люди идут, там, к целителям, колдунам, к знахаркам и в аптеке, потому что у них нет доступа к официальной медицине, да, ну, как бы я так не могу сказать. Точно так же нельзя сказать стопроцентно категорично, что люди идут, потому что они не доверяют. Тут нужно учитывать, что проблемы со здоровьем бывают разные, да, и у каждого человека он вообще выбор о том, как ему лечиться, к кому ему пойти, что ему делать со своим здоровьем, он принимает до посещения врача. И на самом деле очень жаль, что не все врачи и специалисты в области управления здравоохранением это понимают, что выбор происходит у человека, во-первых, осознание того, что есть какая-то проблема со здоровьем, да, что нужно с ней что-то делать, куда обратиться, да, это складывается из разных факторов, и вот мнение государства и мнение врача, мнение официального здравоохранения здесь играет далеко не решающую роль. И каждый человек для себя индивидуальный, ну, или там его ближайший круг ему подсказывает, да, как нужно делать, он определяет в случае конкретной проблемы со здоровьем, конкретного заболевания, конкретных симптомов, в котором он себя определяет, да, что ему делать. Вот, например, как молодая, для педиатра, да, как молодая мама решает для себя, в какой, в каком случае ей вызывать скорую помощь, если у ребенка температура и кашель, например, да, в каком случае она идет в аптеку и говорит, дайте мне, пожалуйста, антибиотик. А ей фармацевт говорит, вы знаете, вам для кого? Для ребенка. Вы знаете, нужно, если, ну, чтобы врач назначил. Завтра мы сходим, конечно же, к врачу, а вот сегодня все-таки я уже знаю, что нужно выписать. Как, на основании чего это решение могла принять? Вот эта конкретная ситуация выбора. Обращение к неформальному агенту. Время, деньги, опыт, количество детей в семье, то есть она уже с младшим ребенком, например, знает себя, знает, как себя вести, потому что, соответственно, есть уже дети старшие, да, может быть и недоверие к медицине, но, как бы, наверное, вот причины вот они. Вот, и пятый фактор, возможно, родитель, да, не доверяет, с одной стороны, медицине и считает, с другой стороны, что разбирается лучше и руководствуется благими целями, что хочет получить, оказать ребенку помощь, грубо говоря, здесь и сейчас. Ну, в том числе на основе, там, предыдущего опыта, например. Ну, возможно, навредить их, на самом деле, больше, да, с точки зрения врача? Чаще всего оказывается именно так. Вот вы просто грубый пример с антибактериальной терапией провели, да, ну, почти всегда это не требуется. Вот. А назначив курс антибиотиков самостоятельно, да, придя на следующий день к врачу, врачу уже отменить курс антибиотиков чрезвычайно сложно, потому что препарат уже мог начать действовать, мы уже не видим первичную картину, то есть у нас может быть стертая картина. Отменив, мы можем усугубить, и в большинстве случаев в правильном будет, раз начат курс лечения, его завершить, а был ли он необходим, вопрос остается открытым. Угу. А возможно, она, если завтра, например, температура спадет, да, она и не пойдет к врачу, ну, не поведет ребенка к врачу. Вполне. А возможно, что она звонила какой-нибудь своей знакомой или там знакомому-знакомому, это врач какой-то, врач на пенсии, там, аптекарь, и ей посоветовали, да, возможно, что ее мама или свекровь сказали, вот в этих случаях мы назначали, всегда нужно давать эритромицин, там, какой-нибудь, который уже сто лет нормальный врач, ну, в поликлинике не назначить, да, это лекарство. Возможно, загуглила. А возможно, она просто набрала, ну, не просто загуглила, а обычно же, ну, такой есть. Или на материнский форум какой-нибудь крупный. Да. Бэби-блог там. Как самый крупный в России, да. Возможно, там узнала. Еще, вот, когда у меня выходила книга в прошлом году, журнал «Коммерсанты. Деньги» писал по этому поводу статью. И они специально заказали такой онлайн-опрос. Там опрашивались жители городов, плюс 100 тысяч населения. И вопросы были составлены не так, как обычно, там, доверяете вы, там, народной медицине не доверяете, да, там, обращались ли вы к целителям или не обращались, а более такие, ну, точечные вопросы, которые позволяют тестировать какие-то вещи. И, например, там был перечень, кому, какими источниками информации о здоровье вы доверяете. Там врач, фармацевт. И вот 19% — это в крупных городах — сказали, что они доверяют духовным лицам. То есть, ну, они были изначально, это был закрытый вопрос, то есть там были перечислены варианты ответов, поскольку там был вариант с духовными лицами, то есть 20, ну, почти 20% считают, что мнение священника важно в решении проблем со здоровьем. Ну вот. Весьма красноречиво. Каждый пятый человек получается. На мой взгляд, очень, да, красноречиво. Юра, скажите, пожалуйста, а в ходе исследований с врачами вы беседовали? В том числе, да. Были среди собеседников доктора, которые совмещали работу в официальном медицине, скажем, в первой половине дня в государственной клинике, да? А в другое время оказывали услуги медицины нетрадиционные. Ну, была вот, например, женщина, она с нами отсказалась разговаривать, которая работала гинекологом в обычной поликлинике, а во внерабочее время она ставила пиявки, работала, то есть герудотерапевтом в салоне красоты. И, собственно, в чём неформальный аспект её деятельности был, да, в том, что, конечно же, никакой медицинской лицензии у этого салона красоты не было, да, и, как бы, с точки зрения контрольных органов никаких пиявок она там ставить не могла. Ну, она таким образом, вот, то есть, хотя это, ну, совершенно, на мой взгляд, несмежная область медицинского знания, да, вот она таким образом. Потом, ну, были такие случаи, просто, когда, например, врач говорил, да, вот, и относительно молодые, кстати, специалисты. Ну, вот, всё-таки наша официальная медицина, она какие-то вещи не решает, она не может их решить. Поэтому нам, наверное, нужно смотреть на опыт, там, китайской медицины традиционной и так далее. Вот иглоукалывание, например, гомеопатия, да, но гомеопатия, то нужно же разбираться в этом, да, то есть тут уже другая мотивация, не чисто денежная, да, просто, ну, что человек таким образом промышляет себе на жизнь, да, один вариант, первый. Второй вариант – это разочарование, да, будучи погружённым в профессию, человек разочаровывается, он сталкивается с ситуациями, когда он не может вылечить человека, да, и он понимает, что, может быть, имеет смысл поискать какие-то другие пути. Третий вариант – это вот, как бы, такая смесь очень сложная и странная в голове медицинского профессионала представлений из… из… ну, то, что не входит в конвенциональную медицину методы какие-то, там, народные, даже какие-то магические методы, с традиционной медицинской практикой. Это часто, на мой взгляд, идёт от низкого уровня подготовки врачей, особенно, ну, на каком-то низовом уровне, там, не в крупных городах. Например, вот у нас исследование было качественное, да, то есть у нас были глубины интервью, и мы не старались охватить большое количество, да, врачей, проинтервьюировать, но, тем не менее, у нас вот 30% из тех, с кем мы разговаривали, сказали, что они покупают или выписывают так называемые народные газеты о здоровье. Да, вот, например, «Вестник ЗОЖ» и там «Акушер и гинеколог», вот она на свои деньги выписывает, там, врач. И там считают, что некоторые советы здравые. То есть начинают использовать это в своей практической деятельности? Ну, во всяком случае, они берут это на заметку, как вообще-то, ну, для них это один из источников информации, получается, так или иначе. Поэтому здесь, и ещё одна важная вещь, более сложная, тут эти примеры, они как бы очевидны, да, сложная в том плане, что очень многие альтернативные методики, они для того, чтобы успешными быть на рынке, используют для продвижения их авторы, разработчики и, ну, производители, допустим, каких-то чудоаппаратов, устройств, каких-то суперлекарств от всего на свете, да, они используют традиционную официальную структуру медицинского знания. То есть есть какой-нибудь профессор кафедры в медицинском вузе, который, как ему кажется, изобрёл какой-то там суперметод, который от всей болезни лечит. И он вот пишет диссертацию кандидатскую, защищает её, патент издаёт, да, на основании этого делается какой-нибудь приборчик. И дальше этот приборчик уже распространяется, там, допустим, методом сетевого маркетинга, как, ну, как медицинская техника, то есть как средство, которое уже идёт как бы со стороны официальной медицины подаётся. И вот эта вот, ну, тактика и стратегия продвижения, да, не каждый врач на рядовом уровне, он способен отфильтровать, да, что вот, то есть внутри самого профессионального медицинского сообщества не всегда происходит такая критика, да, каких-то очевидных лженаучных идей и фильтрация, как бы изгнание их. Более того, структура-то даже более мощная. Вот помимо того, о чём вы сказали, да, это подкрепляется достаточно серьёзными инвестициями в медиа, в том числе в научные и околонаучные медиа. Конечно. Когда люди с именами, с серьёзными именами. Читают лекции врачам на курсах повышения квалификации, например, продвигают какое-то конкретное лекарство, или там какие-нибудь, ну, тот же какой-нибудь чудо-аппарат, да, который вот, кто-то из врачей критически настроенных, да, он будет относиться к этому как, ну, скептически, да, а кто-то, кто привык воспринимать информацию, ну, без такого тщательного анализа, да, он возьмёт это на веру и будет. То есть он, здесь грань между там официальной медициной и альтернативной, она стирается. Вот и всё. Юлия, растёт рынок БАДов у нас. Вы хоть говорите, что вы вот в количественных оценках экономики не проводили исследования, но тут как бы цифры известны, рынок БАДов растёт. БАДы вы в своём исследовании тоже затронули. Почему вообще люди покупают биологически активные добавки? Что рассказывали ваши собеседники? Значит, нужно понимать, что с точки зрения государства вообще биологически активные добавки, их у нас курирует Роспотребнадзор, это такой способ восполнения недостающих полезных веществ в организме. Не более того, то есть это как бы один из вариантов здорового питания. Но что происходит? БАДы, они, выходя на рынок, опять же их продвигают таким образом, они продаются и потребляются, и покупаются как лечебное средство, то есть как замена, альтернатива обычным лекарствам. И в этом смысле, конечно, значит, по поводу того, что растёт или не растёт, большой или маленький рынок, у нас в общем объёме фармацевтического рынка это очень маленькая доля БАДов, ну, по статистике, по статистике продаж. Если мы говорим про легальный рынок, про то, что продаётся в аптеках, оно есть и теневые способы продаж, или полулегальные, поскольку у нас и БАДы, и лекарственные средства должны продаваться только в специальных местах, это в первую очередь я имею в виду сетевой маркетинг или прямые продажи, биологически активный добавок. Там они, там, поскольку, имеет ли смысл пояснить нашим зрителям, что представляет из себя эта система? Да, я думаю, что да. Довольно понятно. Ну, в принципе, технологии сетевого маркетинга, или чаще, как на Западе их называют, компаний прямых, организаций прямых продаж, это к нам пришло в 90-е годы, и первая компания, которая пришла, это была компания Herbalife, когда прямые продажи, значит, это вне точек розничной торговли, в каких-то, ну, прямо на дому, в офисе, на улице, подходит человек, независимый распространитель, который предлагает что-то купить. Да, ну, в России самое популярное – это косметические все-таки продукты. Да, да, конечно. Но вот среди этих, в том числе и гиганты вот этого сегмента, да, способ сетевого маркетинга, которые продают в основном косметику, у них в том числе есть ведь и биологически активные добавки, и витамины. Ну, не будем называть компанию, но все они известны. Но есть и такие компании, которые специализируются исключительно на товарах для здоровья. Это могут быть и БАДы, могут быть и какие-то средства, ну, средства для наружного применения, назовем их. То есть это будут какие-то аппараты, массажеры, специальная с якобы лечебным эффектом одежда, какие-то средства ухода. Подчеркнем, ни один из этих товаров никакой научно доказанной эффективности почти никогда не имеет. Вот чистой воды, околомедицинская история это все. Да, потому что если бы, ну, тут как бы вот опять же вилочка такая, да, что если бы, например, БАД имел доказанный эффект как лечебное средство... Он уже не был бы БАДом. Он бы не был БАДом, он должен был бы регистрироваться как лекарственное средство и продаваться исключительно в аптеке. А вот регистрация лекарственных средств это гораздо более серьезное дело. Трудоемкий. Да, и более затратный по деньгам процесс. А вот, а тут, тем более, что не нужно это все как бы продавать, выкладывать на прилавок, да, это все можно продавать через людей, которые, вот, еще важно, что такое независимый распространитель. Это тот человек, формально за которого компания, которая владеет брендом и, как бы, производит все эти товары, да, она формально за него не отвечает. И он может, как бы, свободен в выборе того, как ему продавать свой товар. Что он делает? Самый эффективный способ. Это, вот у него есть, допустим, БАД, витамины, это начать придавать им лечебный эффект. Говорить, что они лечат там от онкологии, от сахарного диабета, от артроза там. Заявить можно вообще все, весь спектр можно заявить. Это самый эффективный способ. Ну, да, да. И, то есть, это как бы такая, ну, самодеятельность, да, которая поощряется всей системой организации вот этого бизнеса, такого пирамидального. И независимо распространительных местах, вот, собственно, продажа этого товара, например, биологически активных добавок, она обрастает очень быстро разными дополнительными, как бы, дополнительной деятельностью. Например, организуются школы здорового питания. Или издается газета про здоровый образ жизни. Как правило, бесплатно распространяемые. Да. Или, например, проводятся какие-то мероприятия, тоже по здоровому образу жизни, изначальная цель которых, как бы, просто продать, ну, стимулировать продажи. Но поскольку вот в стимулировании продаж основной акцент делается именно на лечебный эффект, ну, на гиперболизацию лечебного эффекта, да, то получается, что вот эта вот инфраструктура, которая создается, она начинает подменять собой вот официальное здравоохранение. То есть, грубо говоря, вот человек идет по улице, ему нацуют в руку, ну, в руки газету, в которой написано, что, значит, вот есть такая-то проблема, например, борьба с паразитами. И нужно прийти продиагностироваться. Его приглашают пройти там за 200 рублей, там, или за 300, диагностику. Результат положительный, естественно, оказывается. Он приходит, и что он видит? Там, значит, человек в белом халате, который на самом деле, вот в одном случае мы наблюдали, там просто был, ну, в больнице работает фтизиатром, а параллельно подрабатывает консультантом, вот обслуживая на таких вот приборах. Понятно. Медицинскую лицензию имеет, вот, но как бы совсем не своей деятельностью занимается. Вот, и он, значит, осматривает человека, проводит обычное, значит, есть такое оборудование, которое в основном построено на идеях, создано на идеях вегетарь резонансной терапии, диагностики. И говорят, вот у вас там полная диагностика организма, обследование, значит, у вас то, 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 такие заболевания, вот вам нужно такие-то, такие-то комплексы пропить. И дальше человек уже, ну, он пропивает эти комплексы или что-то там. То есть фактически происходит диагностика, медицинская деятельность, назначение, лечение и, собственно, лечение. Порой, ну, если вот этот распространитель независимый, да, он имеет предпринимательскую жилку и базовое медицинское или фармацевтическое образование, да, он может развивать свой бизнес, расширяя дополнительными услугами его. И таким образом на базе, вот, точки продаж товаров для здоровья образуется какой-нибудь центр альтернативной медицины, который занимается, оказывает и другие услуги, например, приглашают те же, там, пиявочки поставить или что-то там, массаж сделать, да. Вот, таким образом формируется вот такая, как бы, изолированная, стремящаяся к тому, чтобы, ну, предоставить полный спектр услуг, связанных с поддержанием здоровья для человека, альтернативное официальному здравоохранению. Вот, мне кажется, это самое интересное в сетевом маркетинге, да. Юль, спасибо большое за разговор. Напомню, у меня в гостях была Юлия Крашенинникова, автор одного из крупнейших исследований о неформальном здравоохранении в России. Ну, сегодня кратко мы рассказали, как это выглядит изнутри и как для наших зрителей, абсолютное большинство из которых, как я во всяком случае, надеюсь, придерживаются идеям доказательной медицины, это история о том, на какие предложения не нужно откликаться, как не поддаться на действия разного рода нечистоплотных людей, деятельность которых нередко вообще находится за гранью Уголовного кодекса России. Смотрите нашу передачу о доказательной медицине, обращайтесь к врачам в официальных государственных и частных учреждениях. Что-то еще хотели сказать? Я бы хотела, да, может быть… Подвести черту. Нет, Дмитрий, он сходит с позиции человека, представляющего доказательную медицину и официальное здравоохранение. На мой взгляд, как взгляд социолога, вот, собственно, появление неформального здравоохранения и всех этих альтернативных агентов, которые предоставляют товары и услуги по поддержанию здоровья, оно обусловлено тем, что у людей есть запрос на это. И не всегда речь идет только об обычном мошенничестве. Да, конечно. То есть, мне кажется, что здесь более сложный должен быть разговор, и он касается в том числе и проблем медицины конвенциональной, эффективности лечения, доступности, опять же, да, и каких-то других вещей, связанных с тем, что, ну, человек сам выбирает, кому ему пойти. Да, ну, это вся наша огромная отрасль здравоохранения с гигантскими деньгами, с большим, как же широким кругом людей, которые в ней задействованы. Да, она такая, какая она есть сейчас. Правильная она или нет? Ну, вот с позиции официального здравоохранения, она неправильная, но пока она такая. Вот, ну, а конечный выбор всегда остается за больным. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин